Гидфан на связи и Полундра! Сегодня у меня ломающие новости относительно вымирающих классов, шикарная правка относительно изменений грядущего патча, новости из блога и, конечно, розыгрыш. В общем, делов много, но для начала небольшое объявление. Разработчики предложили создать обучающий материал для новичков игры, и первый мой ролик уже сегодня выйдет на официальном канале. Ссылочку оставлю в комментариях. Поддержите новый ролик своим лайком, мне будет это очень приятно. Да и вдруг из этого видео вы узнаете что-то новое для себя, тема максимально полезная, как правильно стрелять в нашей игре. А теперь перейдем к новостям. Как вы, должно быть, знаете, одно из главных изменений патча 0.7.11 – пересмотр механики изменений урона бронебойными снарядами. На всякий случай, если кто-то забыл, напомню суть. Планировалось исключить некоторую часть пробитий без урона, дав пробитием в були, установке ПМК, ПВО и в полностью уничтоженную часть корабля 10% от урона снаряда, а также значительно уменьшить урон по эсминцам от пробитий бронебойных снарядов калибра 280 мм и выше. И вот относительно пробитий без урона, в итоге было решено эту часть механики вообще отменить к релизу. Дело в том, что пока мы на нашем форуме горели относительно фикса урона по эсминцам, Еврофорум зажег один из моих коллег, выкатив подробный разбор того, как же хреново будет линкорам и крейсерам, которых это коснется. Свои теории он проверил на тесте, и список изменений огромный. Пострадают Нью-Мексико, Дюнкер, Квинн, Элизабет, Аризона, Варспайт и многие-многие другие. В общем, среднеуровневые линкоры получили бы максимально сильный удар по живучести. Да и о магии было бы неприятно, в нынешнем виде он танкует часть урона булями, а вот на тесте крейсерскими 203-мм, туда вливается урон стабильно. Пост набрал солидную поддержку, и в итоге что же мы видим? Второй этап пройдет без этого изменения. Как говорят разработчики, собранная статистика и отзывы показали, что живучесть многих кораблей упадет избыточно, и потому количество недостатков такого решения все же перевешивает плюсы. Так что остается искать новое решение проблем пробития без урона, а вот это решение никуда не пойдет. Но стоит отметить еще и то, что подобная механика для торпед все же выйдет в релиз. Так что в следующем патче ситуации, когда эсминцы ловили множество торпед мертвой частью и выживали, будут исключены. Вторая же часть новости, которая касалась эсминцев, пока что остается без изменений. На форуме у нас этот пункт до сих пор вызывает споры. Ну и понятно почему, это уже не первый баф эсминцев, так что даже мне эсминцеводу становится не по себе, и кажется, что данный класс получает какое-то особое благословение и благосклонность лесты. И оказалось, что это впечатление не обманчиво, все действительно так, и разрабы подтвердили это со статистикой в руках. Оказалось, такая любовь к эсминцам имеет свои причины. И весь пост сейчас я пересказывать не буду, он реально очень большой, так что просто расскажу сейчас суть. В общем, разработчикам не особо нравится низкая популярность данного класса. По статистике в боях их значительно меньше, чем линкоров и крейсеров. На средних уровнях разрыв просто разгромный. Линкоры 38%, а эсминцев всего 23. В боях десятых ситуация мягче – 25-28% эсминцев против 36% линкоров. В общем, популяция эсминцев в игре низшая среди артиллерийских кораблей. Причем и время жизни в бою у этого класса значительно ниже, чем у других. К тому же разработчики вспомнили про изначальную идею игры – камень-ножницы-бумага, где суть взаимодействий классов заключена в том, что эсминцы гнут линкоры, линкоры гнут крейсера, а крейсера должны гнуть эсминцев. И никак иначе, такой вот круговорот. А вот в данный момент такая логика сильно поломана, и линкоры в ней гнут и крейсера, и зачастую эсминцев. Хоть и последние являются контр-классом. На форуме выложили небольшой кусок статистики восьмерок, где видны эти перекосы. Так что разработчики утверждают, что нерв просто необходим. А еще и показали, что 77% всего урона эсминцев 9 уровня принимается в виде бронебоек линкоров. Ну а на 10 уровне эта цифра 69%, что тоже не особо круто. Так что такой способ нанесения урона и понерфит, заставив чаще переключаться на фугасы для стрельбы по эсминцам. И казалось бы, в свете сказанного изменения логично, но лично мне все равно все еще страшно, что после такого линкоры чаще в рандомы будут вжиматься еще глубже в синюю линию, и тогда вымрет целый пласт активной игры на данном классе. Утверждать этого сейчас я не хочу, ведь это тема отдельного видео, которое, возможно, появится после тестов на паблик-тесте, где я хочу оценить масштабы такого нерфа. Ну а после я уже и поделюсь своими мыслями на этот счет. А пока вам предлагаю написать в комментариях, что же думаете вы? Убедили ли вас слова разрабов? Или по-вашему эсминцы сейчас и так слишком сильны в игре? Для пущей показательности добавлю к этому еще и опрос в подсказках. Жмите на кнопочку в правом углу и голосуйте. Посмотрим, какие будут результаты. А я тем временем перейду к другим новостям, но уже очень коротко. На реддите откопали арт в новогодней стилистике и сделали далеко идущий вывод. Линкор, принц Эйтель, Фридрих с шестого уровня будет новогодним подарком. Как до этого были Шпей и Дюк оф Йорк. Этого я не утверждаю, но слух такой есть. Ну а остальные новости будут из блога. В закрытое тестирование вышли правки ПМК. Выпилены ситуативные бронебойные снаряды и даны на замену универсальные фугасы. Ожидается повышение эффективности кораблей, получивших изменения в ближнем бою. Список кораблей, которых это затронет, на экране. Японские 203-мм орудия, установленные на большинстве японских крейсеров, получают повышение точности. Так что, японофилы, возрадуйтесь. Дополнительно, Миоко и его клонам увеличат время разворота башен, а и Буки апнут перезарядку. А японским эсминцам апают фугасы. Видимо, для того, чтобы они не столь беспомощно лопались от арт эсминцев. Баффало апнут перезарядку до 12 секунд. А немецким крейсерам Гинденбург и Рон добавят ремонтных команд. А еще апают недавно вышедший прем эсминец Казак, ускоряя перезарядку торпед и скорость разворота башен. Фух, вот кажется и все новости. Если узнали что-то новое, не забывайте лайкнуть видос в знак поддержки канала. А теперь перейдем к вашему любимому розыгрышу. Сообщение победителей на экране, а контейнеры уже отправлены в личку. Всем, кто хочет оказаться в рядах счастливчиков, напоминаю условия участия в розыгрыше. Для этого достаточно оставить в комментариях под последним выпуском по лундре свой ник. И как знать, вдруг в будущем выпуске именно ваш комментарий окажется на экране. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео по миру кораблей. А пока я их делаю, можете скрасть ожидания просмотром старых работ. Кнопочки на видео должны быть прямо на экране. И конечно же, будьте здоровы, не скучайте. И до связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok